Всем привет! Прямой эфир по новинкам. Очень много людей, я так поняла, которые не посмотрели прошлый эфир по новинкам, поэтому сегодня дубль 2, и я даже вам скажу, я чуть лучше подготовилась, чем в прошлый раз. Вот, поэтому сейчас прям я по списку пойду, и в прошлый раз я запуталась в лаках, кстати, я сама запуталась в лаках, потому что там две коллекции вышли, и я запуталась, какие номера к какой коллекции относятся. Поэтому сегодня я прям четко все расписала, разложила, что-то добавила новое, то, чего в прошлый раз не показывала. Напишите, пожалуйста, сейчас тему новинки на ближайшие месяцы. А я сейчас прикреплю этот комментарий. Всем здравствуйте! Слушайте, нюхаю прям, аж прям, как же я люблю вот это вот просто! Обожаю! Это музычка, видите, купили в горшочке, и он у нас расцвел, вообще был там в зачатках. Что сделать, чтобы они не падали, кстати, они у нас упали. Итак, с каких новинок сегодня начнем? Ну, самое главное, первая новинка, о которой я говорила, наверное, месяца 4, ее не оказывалось каждый раз, потому что я путалась, меня менеджеры путали. Наконец вышел... Так, напишите мне... А, вот, спасибо. Прикрепить комментарий. Огромное спасибо! Итак, наконец вышел Джим Теклер. Его не было целый год, потому что мы меняли сначала формулу, а потом ввели санкции. И как раз, так как это был продукт, называется, контрактного производства, этот продукт к нам ехал, и его арестовали. Он был, короче, в составе того груза, который арестовали как раз в день ввода санкций, там определенных, пересечения в Европе, там, одной границы с другой, в какой-то стране. В общем, эти подробности не важны. И мы этот Джим Теклер не могли повторно еще раз завести очень много месяцев. Сейчас Джим Теклер. Кто не может найти его в ближайшие дни? Я еще раз сама сегодня зашла, проверила. Он есть на сайте. Вкладка «Декоративные гели». Так, сейчас я показываю, что это за вкладка. Вот, Джим Теклер. В каталоге выбирайте декоративные гели, либо просто по-английски прям забываете. Джим Теклер 2 мл. Просто Джим Теклер. Упаковка такая же, визуально ничего не изменилось, изменился состав химический. Поэтому, кто очень любит объемные элементы, welcome, он есть в наличии. Меньше реагирует, кстати, на лампы настольные, потому что предыдущий Джим Теклер тоже был очень классный, но если мастер неаккуратно работал, там буквально на 5 минут отвлекся и забыл закрыть крышку, или работал с открытой банкой, там процесс полимеризации запускался просто от рассеянного ультрафиолета. Вот, сейчас формула другая, но опять же, вы должны понимать, что такие продукты, они все равно очень капризные. И здесь то же самое. Если переборщите с открытой банкой Джим Теклера, даже в новой формуле, там тоже есть высокая вероятность, что запустится процесс полимеризации просто от рассеянного ультрафиолета. Понимаете, вот настолько легко реагирует, что будьте просто осторожны. В любом случае, формула очень сильно отличается. Надеюсь, что вам очень понравится. Вам очень понравилось. Ну, мне понравилось. Я без Джим Теклера промучилась целый год. Вы знаете, что я постоянно работала Теклосом. Это тот без липкости. Мне приходилось там по 4-5 слоев наносить. Это большая трата времени. Где-то я использовала жидкие камни гель, но он тоже не всегда подходит, потому что у жидкого камня гель, если сравнивать с Джим Теклера, не такой глянец, потому что это все-таки гель с липким слоем. Его нужно было обезжиривать. Это всегда геморрой. Вот. Ну, я всегда говорю, палочка-выручалочка. У кого-то есть на остатках Джим Ти... Ой, не Джим Ти, а жидкий камень гель. Где он у меня тут? Всегда можно его тоже использовать для объемных элементов. Просто Джим Ти работать удобнее. Так, это первая новинка. Вторая новинка. Так, вторая новинка. Это две коллекции лаков. Это первая коллекция. Она называется With Pair of Warm. Я не знаю, правильно я это прочитала или нет. А, блин, капец. With Pair of Warm. Тьфу ты. Вы хотите, я тут себе написала? Сейчас. Вот такое название. Вот. With Pair of Warm. Надо дочку спросить, как это читается правильно. Это первая коллекция. Вернее, даже это вторая. Смотрите. Первая коллекция лаков. Сейчас я покажу, какая. В общем, они обе уже доступны. Они обе доступны. Итак, смотрим эту коллекцию. Смотрим эту коллекцию. Обе коллекции. И первая, и вторая коллекция. Сейчас я показываю вторую коллекцию. Видите, сзада наперед начала немножко. В ней лаков чуть больше, чем... Получается, в одной коллекции, по-моему, пять лаков. А во второй тоже пять, то ли шесть. Сейчас, короче, посмотрим. Лаки, кстати, прям вот базовые, базовые. Их очень сильно не хватало в коллекции. Вот. Поэтому мы просто к базе, которая у нас есть. Вы знаете, что мы лаки, прям сказать, чтобы сильно пополняли. Ну, нет. Вот. Но периодически выпускаем. Потому что это не настолько часто потребляемый продукт. Но он нужен. Следующий цвет. 154. Это не перламутровый. Но очень удачный цвет базовый розового. Получается, там, знаете, как большая часть перламутровых цветов и встречаются вот такие эмальки. Это вот номер 154. Номер 154. Лаки, это, конечно, отдельная песня. Сейчас, мне кажется, большая часть мастеров вообще разучилась покрывать лаками. Меня всегда удивляют какие-то такие комментарии, когда пишут. Ваш лак там не сохнет. Или он быстро ободрался. Ой, и он ужасно наносится. Я всегда спрошу, говорю, а сколько раз в год вы делаете покрытие лаком? Если человек говорит, ой, ну я там покрываю, возможно, раз в два месяца или один раз в месяц, я говорю сразу, слушайте, ну, у вас просто тупо нет, понимаете, ну, такого вот навыка. Он просто отсутствует. Ввиду того, что вы практически не покрываете лаком. Или там покрываете раз в два-три месяца. Что касается подложку, сейчас вопрос, да, можно ли покрывать с базой или без. Конечно, лучше с базой. И вот смотрите, если взять базу Эми лаковую, у нее супер адгезия. Ну, это как, знаете, это невозможно сравнивать с гель-лаком. А основная проблема современных мастеров маникюра, что вы упорно сравниваете это все с гель-лаками, понимаете? Вы вообще забыли, что такое лак, понимаете? И лак хорошо стоит только у тех клиентов, у кого свои хорошие от природы ногти. Ну, согласитесь, если толщина ногтевой пластины от природы крепкая, она малоподвижная, она не гнется, да, потому что есть ногти средние. толщины, они, например, вроде в сухом состоянии нормально, ноготь не гнется, но как только она приняла ванну, помыла посуду, все, свободный край начинает ходить ходуном. Ну, как вы думаете, сколько лак будет стояться? Ну, меньше, чем два дня уже, вернее, он больше двух дней стоять не будет. Вот, поэтому это очень маленький процент женщин в мире, у кого шикарно носится лак. Вот. Поэтому ждать, что это какое-то бетонное покрытие, понятно, что мы пишем там до 10 дней, потому что, ну, реально, он с гель-эффектом идет, лак. Это очень классная, крутая формула. Сырье мы закупаем для лаков. Это один из самых крупных заводов-производителей в Европе. Качество, там просто самое VIP, какое только можно придумать, качество, и пластификаторы, и сам состав. Но при этом 10 дней, понятно, что будет у кого носиться, у кого есть показания к носке лака. Это у кого натуральные ногтевые пластины, толстенькие, от природы. Вот, что касается базового лака. Я, знаете, как-то один раз такой эксперимент провела. Ну, не эксперимент, это вообще получилось на самом деле случайно. Что произошло? Я очень часто, когда делаю какие-то показы декоративные на моделях, клею типсы. Понятно, что им ногти не наращивают. Так, и последний цвет из этой коллекции номер 158. И что я делаю? Я, чтобы ногти натуральным моделям не испортить, я втираю масло, потом убираю излишки масла, потом беру топ лаковый, именно топ, смотрите. И в 3-4 жирных слоя наношу лак. Потом даю ему просохнуть, этому топу прозрачному. И тогда уже наклей, там буквально наживляю на пару капелек типсы. И один раз у нас не было топа. Мне дают лак наш базовый, базовый лаковый. И я такая думаю, ну, в принципе, то же самое. И беру этой базой лаковый, наношу моделям 2-3 слоя, чтобы защитить ноготь натурально, чтобы когда модели в горячую воду опускают ногти, тогда от топа, от клея очень легко так начинает отходить, и ногти практически не портятся. Что произошло в этот раз, когда я покрыла базой лаковой, а не топом? Так, следующая коллекция, смотрите. Называется экстраваганза. Тут 5 цветов, сейчас я тоже покажу выкраску. В общем, что произошло? Это самый, знаете, показатель для меня был, что база лаковая, она работает, и она нужна все-таки, если хотите продлить срок носки лака. Но опять же, это только на тех будет работать, у кого нормальные свои ногти натуральные. Что произошло? Мы когда моделям начали снимать ногти, посадили их все в горячую воду, они опустили, держали, там держится, по-моему, 10 минут нужно засекать, вот они сидят в этой горячей воде, 10 минут прошло, я начинаю поддевать, а оно не отходит. Прошло 20 минут, мы опять горячую воду налили. Короче, мы промучились, мы испортили всем моделям ногти, потому что я просто начала отрывать. Что произошло? Я поняла, что база лаковая, у нее все равно адгезия присутствует определенная. Понятно, что не такая адгезия, как гель-лаки, нет, оно вообще рядом несравнимо. Но вот эта адгезия, даже по сравнению разницы между цветом и топом, и базой, она есть, совершенно другая. Вот этот показатель был того, что я просто испортила ногти моделям, потому что там была база. Вот, там была база, поэтому базу лаковую Эми прям рекомендую, используйте. Вот, понятно, что когда мы наносим базу, два слоя цвета, а потом же топ надо наносить, потому что цвета перламутровые, цвета с глиттерами, неоновые лаки, вот на них все равно нужно топ наносить, чтобы дополнительный глянец был. Вот, иногда можно не использовать. И вот эти четыре слоя, ну, они должны, конечно, сохнуть. Я, когда работала мастером маникюра, я без сушки не работала, потому что это как бздец. Мы вот сейчас в Эми хотим выпустить сушку, но именно аэрозоль. Потому что мы с Верой, когда работали мастерами, а тогда же лак только был, мы же только лаками работали. Тогда были искусственные ногти, мы их делали, но вот этих материалов, как гелия и гель-лаки, тогда не существовали. Тогда делались искусственные ногти, акриловые и гелия, а сверху уже все равно делалось покрытие лаком. И лаком рисовали, красками рисовали, но это все лак шоу. Вот, поэтому сушку мы использовали тогда на опыте, я даже по себе помню, спрей-сушка. Почему? Потому что ее можно послойно брызгать. И вы первый слой цвета нанесли, побрызгали, сделали там минуту перерыва, и опять покрытие делаете, и опять брызгаете, и уже наносите финиш, и уже можно еще финиш побрызгать. Вот, и я надеюсь, сейчас у нас получится сделать такую сушку, именно аэрозоль. В принципе, аэрозольные сушки, они есть, встречаются, просто поищите. Масляные, которые масло капать, я не люблю, потому что масло можно капнуть только в самом конце, на вот этот четвертый слой топа. Так, экстраваганза, это первая коллекция лаков, потому что перед этим я вам показывала вторую, я, видите, немножко зада наперед начала. Итак, здесь номер 159, этот глиттерный лак, это глиттерный лак, сушка, про сушку спрей, да, это вот проверено опытом, потому что я вспоминаю, как я ненавидела лаком покрывать, а больше ж ничего не было, а приходилось только лаком работать. На ногах это вообще жесть, помню, зима, педикюр, у всех как за здрасте было, хочешь, не хочешь, одеваешь одноразовые тапочки, и в одноразовых тапочках с лаковым покрытием, они прутся, кто по снегу прям прется в машину, потому что, если ты хочешь покрыть педикюр зимой, а это же был только лак, будь добр, напяливай тапочки, кто-то прям резиновые с собой тапочки специально привозил, ну, потому что лак до конца, он высыхает все-таки долго, ему все равно где-то час нужно, вот, согласитесь, хоть сам пупер-пупер покрытие, если она одела потом капроновые колготки и засунула ноги в сапоги, придя домой, конечно же, это все прилипнет к колготкам, как бы вы там сушку не брызгали, волшебства не будет, понимаете, оно все равно до конца, вот прям, кристаллизуется, просыхает, пластифицируется, через час, через два, поэтому если вы одели колготки, там, даже спустя 30-40 минут, сиденья, в кресле, и там вы ждете такси, ни хрена она ничего не высыхает, даже с сушками, так, номер 160, ну, тоже, видите, такой прозрачный перламутр, вот очень базовые цвета, вы видите, вот такие вот прям базовые, то, чего прям бы тут нужно было, не хватало, номер 161, тоже такая нежняденькая, полупрозрачная, в один слой будет смотреться, как белый перламутр, в два слоя будет уже прослеживаться, вот этот такой легкий персик, вот, поэтому, кто лаки любит, имейте ввиду, сейчас вышло аж две новые коллекции лаков, две новые коллекции лаков, базу лаковую рекомендую наносить, если не кайф, хотите все-таки, чтобы быстрее просыхал, и видите, что ногти свои толстые, нормально, не используйте базу, наносите только два слоя цвета, и потом топ уже прозрачный, у нас, кстати, офигенский топ, вот единственное, я сейчас тут не знаю, у нас есть в наличии или нет, он тоже как с гель-эффектом идет, капризный очень в нанесении, бывают некоторые цвета, знаете, подразъедают, но он, если высох, он просто огонь, ну не знаю, мы его оставили или нет, я помню, что мы его хотели убирать, потому что многие просто, до многих просто не доходило, как им работать, они просто портили покрытие, а кто-то там дифирамбы, поэтому топ упел, ну, лаками надо уметь работать, ими надо уметь работать, и нельзя бросать этот навык отработки, потому что, если вы там раз в год покрываете, ругать материал лаковый, нет смысла, у вас просто руки не из того места просто растут, и все, когда мне пишут комментарии, ой, у меня скололся на второй день, а я спрашиваю, а ты посуду мыла? Ну да, я мыла, говорю, а что ты хотела? Говорю, у тебя там тряпки, а не ногти, ты еще помыла посуду, и ты хочешь, чтобы он у тебя носился 10 дней, вы же обещали 10 дней, я говорю, слушай, гель-лак наноси, и тогда будешь ходить 10 дней, с твоими тонкими, натуральными, от природы, здоровыми ногтями, вот, поэтому, у кого-то 2 дня лак стоит, и клиенты, кто вменяемый, на самом деле адекватный, они понимают, что у меня лак больше 3 дней не носится, потому что я не хочу одевать перчатки, когда я мою посуду, и даже перчатки иногда не помогают, потому что горячая вода, она все равно дает температуру, и ногти чуть-чуть разбухают, так, и какой у нас еще цвет лака остался, последний, черненький, 163-й, смотрите, прикольный, кстати, цвет, такой, шиммерный, тире, глиттерный, вот так вот прям, ничего, не нравится этот цвет, понравился, это коллекция Elegance, это первая, товар, с которой мы начинали, это вторая, они обе есть в продаже, спрашивайте у дистрибьюторов, заказывайте у менеджеров, по работе с салонами красоты, с мастерами, либо на имя-шоп, либо на имя-шоп, вот, и учитесь покрывать ногти лаком, особенно, знаете, я говорю, самое страшное в жизни, что может тебе прилететь в работе с клиентами, если пришел клиент с натуральными ногтями, и попросил тебя сделать французский маникюр, а ты его делал два года назад, и я всегда говорю, вот, здравствуй, больничка, нужно пойти сначала выпить валерьяночки, где-нибудь в подсобочке потренироваться, вспомнить, как вообще оно белым-то лаком покрывать, вот, а потом только уже садиться это делать клиенту, так, ну, с лаками мы с вами закончили, что у нас, а у нас коллекция весна-лето, так, ну, давайте красивенькие, красивенькие тизеры, посмотрим, весна-лето, что у нас, у нас пастелька, нежнятина, прям, многие не ожидали, что будет такая нежность, давно мы не делали ничего такого, прям, вот, светлого, девчачьего, соскучились очень сильно, вы знаете, что из-за санкции у нас, с нами отказался работать один из поставщиков по пигментным пастам, и многие колеры, которые были использованы, там, за последние 10 лет, там были очень популярные цвета, которые с года в год колеровались на одной и той же формуле, их сейчас невозможно повторить, поэтому, что-то у нас сейчас вновь будет, потому что часть цветов, мы их все равно сейчас наколеровали, уже все получилось, сейчас нового поставщика нашли, но некоторые цвета мы не сможем повторить, мы сейчас активно выпускаем много коллекций, чтобы наполнить нашу базовую коллекцию, базовый ассортимент, поэтому сейчас вышла коллекция пастельная, потому что пастель звенит, цвета гель-лаков, вы знаете, что мы их очень давно сменили, вот, ой, не то открыла, петендальность я открыла, пастель звенит давно многих оттенков нету, гель-лаки, и мы решили такую, знаете, а-ля пастель звенит, хотя подтоны все равно другие, вот, цвета сейчас выкраску прям покажу, сделаю, такие у нас девчонки, фотосессия получилась, хотя очень классно, кайфовая, кайфовая, нет, краски и импасты пока не будут, сейчас пока нет, я хочу, я уже делилась, выпустить нютка шемир, глэм леди, и пастель звенит краски, вот прям как были вот эти колеры, только в других коробочках, в баночках, просто перевыпустить, потому что у многих мастеров позаканчивались эти наборы, и я хотела просто лимитки повыпускать, вот, пишите плюсики, если вам такое откликается, коллекция глэм леди, нютка шемир, и пастель звенит в красках, в красках, там вообще просто идеальные колеры, потому что я тогда очень тщательно колеровала, прям, выберяла каждый оттенок, правильность тональности, подтона, в той или иной группе, там три группы было, там получается пастельная группа была, классическая, потом нюдовая группа, и группа розовая была, вот, ну, я сейчас пока думаю над этим вопросом, потому что я говорю, продажи красок настолько низкие, понимаете, гель-лаки растут, из месяца в месяц у нас объемы продажи цветного гель-лака, растут, и они перебивают настолько, краски, вернее, уже перебили, что те объемы, которые сейчас в красках, они не рентабельны просто, вот, ну, я хочу вот хотя бы, знаете, не новое сделать, а просто перевыпустить, потому что они настолько удачные, мне прям многие пишут, Катя, весь нюд кашемир, все закончилось, там, глэм леди, говорит, все позаканчивалось, пастель, извини, тоже закончилось, типа, нечем работать, вот, я хочу к осени это сделать, так, что, выкрасим, да, давайте тогда выкрасочку сейчас сделаем, так, прекратить, так, где наша коллекция, итак, фотографируйте экран телефона, вот они, эти оттенки, у меня единственное, нет самого набора, и гель-лаки у меня тестовые, они немножко бутыльки такие, замызганные, потому что ими два месяца работали, вот она пастель, обратите внимание, у нас два бирюзовых, один такой классический, а второй прям Тиффани Тиффани, Breakfast at Tiffany, сделали, прям колеровали под, под упаковку знаменитого бренда Тиффани, итак, номер 413, как раз с него и начнем, у нас еще много впереди новинок, сегодня, прям, расслабьтесь, и получите удовольствие, потому что я прям тщательно подготовилась, у меня очень много презентационного материала, сейчас мы быстро сделаем выкрасочку этой коллекции, и двинемся дальше, вот прям, я не знаю, передают, конечно, экран или нет, но это вот прям Тиффани, мне девчонки притащили коробки, упаковку, и мы сидели, с девочками, с Юлией Донченко, с Юлией Готовцевой, и прям цвет в цвет колеровали, желтенький, ну, куда без желтенького, желтенький всегда нужен, пастельненький, вот, почему пастель, я, конечно, буду делать еще обзоры отдельно по трендам цвета, потому что вот вчера была, был вчера прямой эфир по трендам через принты, обязательно посмотрите вчерашний эфир, его сегодня загрузили уже, вот, и также будет отдельный эфир по трендам через цвет, и вы поймете, что пастель компания выбрала не случайно, я вообще очень редко ошибаюсь, потому что я очень тщательно подхожу к вопросу, какие цвета мы будем делать в той или иной коллекции, для этого мы работаем с институтом Pantone, вот, понятно, что Pantone, он когда транслирует что-то за два года, что из этих там 100 оттенков, а их там... Привет, всем здравствуйте, часть номер 2, обзор новинок, мы с вами закончили на выкраске, которую я делала, посвященную весеннелетней коллекции 2023, так, и как понять вообще, как у меня качество, вообще поставьте плюсики, мы с вами продолжаем, да, и у меня просто выключили свет, вот так, не предупреждая, выключили свет, но я очень рада, что его выключили ненадолго, поэтому мы с вами продолжаем, поэтому я потом смонтирую первую часть, и вот эту вторую часть, и у нас будет такой нормальный обзор по новинкам, итак, еще раз попрошу вас написать тему, обзор новинок, пожалуйста, еще раз, напишите мне, пожалуйста, обзор новинок, часть номер два, давайте даже вот так напишем, обзор новинок, часть номер два, я так думаю, что вы уже в глубоком сне, уже просто готовитесь отойти ко сну, вас будет сейчас успокаивать и усыплять мой прямой эфир, я сейчас постараюсь не отвлекаться, и закончить все-таки обзор новинок, потому что я так тщательно готовилась, уже дома свет выключили, у меня видимо какой-то был излишний потенциал, я так готовилась к этому эфиру, так старалась, так, обзор новинок, часть номер два, благодарю, поехали, итак, мы закончили на этом, так, три цвета я уже выкрасила, так, сейчас покажу, какие три цвета, мы закончили с вами на желтеньком, на 414 цвете, следующий цвет, сейчас, теперь, смотрим на просто бирюзовый, номер 409, и вы увидите, что они абсолютно разные, Тиффани и 409, и тот, и тот, и тот модный, трендовый, трендовый, вообще, пастели очень много, вы себе даже не представляете, я вам, когда приготовлю презентацию, именно уже по трендам, через цвет, вы увидите, что компания Эмми, а вернее, Катя Мирошниченко, никогда не ошибаются, вот, поэтому, кто любит пастельные цвета, прям рекомендую, в ближайшие сезоны, потому что, я так думаю, осень, зима, 22-23, она тоже будет там, большим количеством пастели, вот, но не так много, как именно этим летом, потому что, немножко все подустали, от ярких цветов, но, все равно, кто-то устал, а много компаний, так и продолжают, делать очень много ярких цветов, в том числе, и я, да, только начали, девочки, вторая часть, потому что, у меня выключился цвет, свет, слава богу, ненадолго выключили, такой приятный персик, приятнейший номер 410, 410, так, 412, красивый зелененький, красивый зелененький, какой же ты сладкий, просто, не цвет, а просто прям пушка, так, и чего-то мне не хватает, а, и последний оттенок, номер 411, сиреневый, сиреневый, лаванда, такая хорошая, базовая лаванда, эмалевая, потому что, последнее время, делали лаванду, с перламутром, а здесь именно такая, классическая лаванда, эмаль, и не светлая, не сильно светлая, не сильно темная, такая прям, как нужно, вот, ну, мы останавливаться сейчас, сильно на этой коллекции не будем, она у нас будет, ориентировочно, с 20 февраля, кто из Европы, в Европе, эта коллекция, уже стартовала, смотрите, soulful morning, она уже стартовала, в Праге, сейчас вы видите, это упаковка, чешская, у нас же немножко другие наборы, вы помните, другая конфигурация, вот, поэтому, кто у нас из Европы, девочки, уже есть в наличии, эти гирлаки, можно заказывать у дистрибьюторов, даже если сейчас у дистрибьюторов, нет наличия европейских, значит, они уже в пути, они уже едут к ним, можно оставлять предзаказ, на эту коллекцию, в России будет чуть позже, где-то в районе 20 чисел, еще раз напомню, какой красивый у нас, с этой коллекцией, или давайте мне его поставим, или давайте мне его поставим, что-то без меня команда, это два технолога, две Юли, Юля Донченко и Юля Готовцева, это, которые сейчас успешно работают на девятом этаже, в главном офисе в Ростове-на-Дону, вот, спасибо девчонкам, за очень красивые маникюры, которые были сделаны для моделей, вот, на съемках было весело, смешно, у нас такие модели нестандартные, одна гиперхорошенькая, а вторая, ну, как бы симпатичная, но такое, знаете, вот, специально подбирали нестандартную модель, вот, одна рыженькая, вторая блондиночка, вот, в общем, ждите, дальше будет больше попадаться уже по новой коллекции, будем больше работать, сейчас я пока делаю анонсы, краткие по этой коллекции, дальше, что у нас еще нового вышло, вышли, конечно же, новые слайдеры, новые слайдеры, предлагаю посмотреть, небольшие мастер-классы, итак, первый слайдер, это, игра в детство, первый слайдер, это игра в детство, сейчас я его прям, вам на экране покажу, очень клевые, я вот, буквально, вчера по трендам делала обзор, и вы убедились, что игра в детство, она присутствует у многих, модных домов, это и, маквин, ой, не маквин, господи, мазкина, потому что у мазкина, всегда этого очень много, последний сезон, и у них всегда этого прям много, лове, еще один бренд, даже у луи виттона, встречается, представляете, игрушечность, вот эта, она встречается даже у луи виттона, поэтому не проходите мимо этого слайдера, это номер 101, вот номер 101, называется, игра в детство, игра в детство, так, выбираем следующий мастер-класс, следующий мастер-класс, сейчас посмотрим, что это за слайдер, я вам его продемонстрирую, это уже есть в продаже, в наличии, на emyshop.ru, у дистрибьюторов, так, это скорее всего будет сейчас что-нибудь, либо гранж, либо рок, у нас есть два шермикончика, которые классно дружат, вот с таким стемпингом, это я называю микросхема, я называю это микросхема, да, это вот этот слайдер, получается, это у нас номер 105 эмоции, это номер 105 эмоции, здесь очень много, видите, вот таких вот приколюшных штук, для молодежи, потому что сейчас очевидный тренд на лихие 90-е, на готику, на гранж, этого прям много, поэтому обратите внимание на вот этот слайдер, так, а мы пошли с вами дальше, следующий слайдер, сейчас тоже смотрим, мастер-класс с ним, так, следующий, сейчас смотрим, в основном, конечно, постарались большую часть мастер-классов, снимать, и ногтей для дайджеста, все в пастельной гамме, большую часть использовали, все пастельная гамма, и так, сейчас используется, очень романтический слайдер, это романтические листья, номер 106, они очень классные, потому что они тут с фольгой еще идут, и да, кстати, они супер дружат, вот с этими шармиконами, золотыми квадратами, поэтому, кто за квадраты забыл, рекомендую вспомнить, за эти квадратики, они очень классно будут сочетаться, вот с этим романтическим слайдером, номер 106, они, видите, такая а-ля акварель сделана, прикольно, так, следующий слайдер, так, следующий, все оттенки, что вы видите, это все вот, пастельная коллекция, которая Монинг, я вам сейчас выкраску показывала, и это цвета, конечно же, из Сенсейшн, из розовой коллекции, вот, в основном, мы либо ее используем, как подложку, либо вот эту коллекцию, они вообще, эти две коллекции прикольно дружат между собой, и там пастель, и здесь пастель, вы если купите эти две коллекции, у вас будет полный ассортимент, вообще, таких базовых оттенков пастельных, так, бабочки, я, кстати, сегодня ими работала, вообще, офигенский такой был сегодня, эфир на ютубе, прям вкусняшка, номер 109, яркие бабочки, обязательно, кто на ютуб не подписан, подписывайтесь на канал на ютубе, там всегда очень много прямых эфиров, я веду, и они там, конечно, намного качественнее, чем здесь, очень классные слайдеры, так, что у нас следующее, у нас еще какой-то слайдер с вами остался, даже два еще слайдера, тоже, персик, это 410 гель-лак, из коллекции, пастельной, да, и здесь вот этот приколюшный слайдер, это опять же, тематика 90, дерзкий принт, готика, гранж, но это больше не готика, здесь вот именно тематика 90, рок, панк-рок, гранж, этого прям, сейчас очень много, причем так интересно, отснята именно и кампейн, и стилистика, и если мы посмотрим, даже тот же, Dior, Versace, вот прям неожиданно, очень много черного, и вот такая стилистика, именно такой легкий намек на 90-е, вот, поэтому, очень классный слайдер, и там подобрали необычные, девчонки сами отрисовывали варианты, тоже, кстати, вдохновлялись, с одним классным, типа понтона, только понтон цветом занимается этот дом, а есть еще такие порталы, которые тоже продают дорогущие каталоги по принтам, и мы вот брали все с последних каталогов на 23-24 год, и отрисовывали, так, что у нас еще с вами, остался последний слайдер, последний слайдер, смотрим, что, ой, не то, вот этот вариант, так, поехали, опять светлый оттенок, светлый оттенок, который здесь часто используется, это из коллекции розовая сенсейшн, номер, это номер 386, абстракции, офигенские, я уже который раз работаю этим слайдером, называется вдохновение, номер 107, сейчас очень много коллабораций, через призму искусства, с какими-то галереями, с художниками, и все, знаете, такое навеяно не классикой искусства, а современным искусством, да, вот особенно, кто любит интерьерную живопись, картины в стиле интерьерной живописи, этого сейчас очень много встречается на подиумах, обязательно посмотрите вчерашний эфир, я делала обзор по трендам в принтах, через призму подиума, и вы поймете, почему, опять же, принт вдохновения, почему стоит обратить на него внимание, потому что абстракции, эти штучки, они очень классные, потому что не все, кстати, могут нарисовать классную абстракцию, а здесь вот прям все готово, и разная цветовая гамма, подходящая именно под пастельные оттенки, так, что еще у нас новенького, давайте я сейчас по слайдерам, наверно вам вот так еще покажу, если хотите, можете вот скриншоты сделать, смотрите, вот яркие бабочки, варианты, яркие бабочки, дальше, после ярких бабочек, как раз вот это моя любовь, вдохновение номер 107, абстракции, вот абстракции бабочки, конечно, вот это нежнятина, у меня само последнее время, она нежнятина тянет, лисики, вот эти очень классные, романтические листья, номер 106, номер 106, так, ну вот это, веселушка веселая, эмоции, номер 105, это я называю слайдер для девочек, кто из Санкт-Петербурга, я не знаю, почему у меня лихие 90-е, всегда ассоциируются, это знаете, как с развалом, во-первых, Советского Союза, и вот эти два кусочка колбаски, у меня лежали на столе, ну не знаю, почему-то у меня ассоциация именно с этим слайдером, тем более, этого сейчас много на подиуме, так, и еще один слайдер, это прям такой, панк-рок, рок, гранж, и тоже в стиле 90-х, вот эти вот кассеты, вот эти разные значки, вот это переделанная Марлин Монро, короче, классно, так, и последний, последний, это мультики, мультики, мультики в том сезоне очень круто зашли, поэтому мы эту тему продолжили, тем более, все равно, тема мультиков, она есть, но, возможно, знаете, не прямая связка с самими принтами, а вот именно детская тема в одежде, она сейчас очень ярко выражена, потому что я когда увидела Луи Виттон, их бомберы, с этими мордами всяких мультиперсонажей, японско-китайских, анимешных, ну, прям вообще, разрыв мозга, так, дальше, следующие новиночки, это буквально, вышло, вот, то ли сегодня, сейчас не помню, мне надо посмотреть, называется, это сухое масло, да, вышло оно в продажу 7 февраля, это новая серия масла, вы знаете, что у нас масла, которые были до этого, мы их потихонечку вывели из оборота, вот, и мы сейчас заменили на вот эту формулу, она нам нравится больше, потому что она очень легко впитывается, очень быстро высыхает, не пачкает одежду, в общем, обратите внимание на вот эти новые продукты, это называется сухое масло, вот, уже кто-то пишет, что масло супер, уже купила, дальше, что у нас, дайджест, дайджест уже есть в электронном виде и в живом виде, сейчас я покажу вам кратенько новый дайджест, смотрим, ну, он тоже такой получился очень нежный, девчачий, все через тему пастели, внутри отследили все тренды, брали опять же тренды, именно, ну, как текущие, те, которые, ну, в реальности, они есть, вот, и сделали очень романтичный летний, весенний дайджест, очень много светлых оттенков, конечно, здесь использовалось, хотя есть тренд, блестящая тема, там будут в конце несколько вариантов мастер-класса с тирками и с пигментами, вот, но это такая, знаете, отдельная тема, мы ее все равно добавили в дайджест, но основной упор сделали на вот эту неженятину, вот, поэтому рекомендую каталог, конечно же, живой, единственное, кто девочки из Европы, уже который раз мы делаем только электронную версию, можно купить, вот, в России продается дайджест и в электронном виде, и живой, ну, конечно, лучше всего живой, бокс еще не показывала, сейчас будем переходить к боксу, самое интересное, специально оставляю на самый конец, так, лаки уже в продаже, я вам сказала, да, где-то с 13 февраля, что у нас, слайдеры я показала, пластины, кстати, у нас еще будут весенние, но у меня их сейчас нет вам показать, также у нас будут лаки для стемпинга, пастельные, так, сейчас я вам покажу, как купить этот дайджест, вот, дайджест, забиваете, открываете, вот она, эта новинка, вот, на Эми Шоп уже есть, вот, обязательно заказывайте, живой, сколько электронной версии, а сейчас вот не подскажу, девчонки, не помню, новые пластины, сейчас не могу показать, но они есть уже, лаки для стемпинга, тоже новые, сейчас скажу, когда будут пластины и лаки, ну, мне тут подсказочки, пластины и лаки для стемпинга, весенне-летние коллекции, будут 10 марта, прям, запишите себе, вот, стемпинг, там, три новые пластины, и пять новых красок, для стемпинга, пастельные, будут 10 марта, так, что у нас еще, бокс, ожидается у нас, 6 марта, сейчас я его вам покажу, шармиконы, и вторая часть слайдеров, выйдут 20 февраля, и 1 марта, в общем, шармиконы, ожидаем 20 февраля, именно, когда будет выходить, весенне-летняя коллекция, она тоже 20 февраля выходит, и с ней же выйдут шармиконы, вот, с ней же выйдут шармиконы, так, что дальше, бокс аффирмации, давайте смотреть, да, прекратить публикацию, и так, это такая новинка, которую я сама очень ждала, потому что я люблю эту тему, как вы уже слышали, я сейчас произнесла название, этого бокса, он называется аффирмации, не просто так, вы знаете, что в Эмми, в Эмми онлайн, много есть курсов, клуб по саморазвитию, и вот тему желаний, я ее обожаю, Вера Мирошниченко, моя сестра, постоянно вам проводит марафонный, который называется, пили мечты, где вы прописываете свои цели на год, свои желания, вот, и пришла идея воплотить, частично, вот такой инструмент, помощь вам, для исполнения, для визуализации ваших желаний, через маникюр, как вам такая идея, ставьте плюсики, кто считает это классной идеей, поэтому я и говорила о том, что, возможно, большая часть мастеров маникюра, это купят просто для себя, спрячут куда подальше, никому не покажут, вот, и так, что у нас входит в бокс аффирмации, смотрите, он у меня сейчас не полный, потому что, сам бокс, я уже сказала, какого числа выйдет, так, давайте-ка подсмотрим, бокс примерно, ориентировочно, где-то 6 марта, а это еще, не скоро, это еще месяц целый, вот, поэтому у меня он такой, не полный, но я сейчас все равно покажу, частично, что туда будет входить, и покажу дизайн, кстати, с ним, и так, смотрим, и так, ну, такая карабусечка, приятненькая, аффирмации, открываем, здесь 4 гель-лака, здесь идет пластина, и здесь будут идти слайдеры, давайте вот так вот положим, что здесь еще идут 4 слайдера, вот так, я их просто сейчас показывать не буду, потому что у меня их нет, это мы представим, что вот вы видите еще 4 слайдера, понятно, раз, два, три, четыре, туда входят также наклеечки, без ложечек, по-моему, вот они эти цвета, можете прям сфотографировать, уже себе заранее, цвета подбирали специально тех, которых нет в коллекции, подобрали очень сложный, модный зеленый, потому что мы в пастельную коллекцию не включали такой цвет, видите, когда коллекцию делали, здесь сделали более игрушечный зеленый, да, такой няшечный, а это более сложный, он, кстати, трендовый цвет, и такого цвета его очень много, он уже этой осенью, зимой был, его тоже было много, вот сейчас на лето его тоже будет много, еще больше, вот, ну, стандартный такой коралловый, это я называю еще, помните, у нас был арбузный десерт, такой цвет, очень популярный был, и мы что-то похожее сделали, коричневый темный, потому что у нас постоянно жалуются, говорят, что мало коричневых, поэтому я решила наколировать красивый темный шоколадный, такой классический коричневый, ну, и ледяной такой голубой, очень сильно выбеленный, вот, но потом немножко прям вот другой, не сильно и выбеленный, и не сильно теплый, да, он такой, видите, именно голубой, если мы возьмем 416 номер из коллекции весна-лето, он более в мадженту уходит, фиолетовый, да, а здесь вот такой вот он, вот так вот, значит, бокс-аффирмации, как я уже сказала, я решила поддержать тему желаний, я обожаю постоянно писать желания, я их переписываю из месяца в месяц, я очень люблю эту тему, и мне пришла идея еще давно, год назад, когда Вера проводила какой-то очередной марафон, пилим мечты, мне пришла идея, что если еще на маникюре эта тема будет отображаться, представьте, постоянная визуализация, мы же постоянно гладим ногти, постоянно смотрим, мне кажется, это такой дополнительный инструмент к прокачке, к исполнению ваших целей и желаний, как вы считаете, будет это работать как дополнительный инструмент, видите, там, благодарю, мечта, я путешествую трех раз в год, я отлично выгляжу и получаю комплименты, у меня прекрасные отношения, я люблю и любима, я открыта для новых возможностей, вот, и картинки соответственные, слайдеры, там слайдеров не очень много, потому что пластина взяла на себя очень большую стоимость, соответственно, слайдеров много не получилось сделать, и я слайдеры, смотрите, специально сделала большие, почему? вы их лучше обрежете под короткий маникюр, если это надо, потому что, когда они маленькие, знаете, мелкий рисунок, по-дурацки, ничего не читается, плохо видно, поэтому слайдеры, сразу предупреждаю, они будут большого размера, но это специально, что, знаете, как, это чисто ментально будет работать, самое главное, что картинку ты наклеил, и сверху еще напечатал это словами, все, и запечатали, значит, работает, вот, здесь, знаете, дизайн, не сколько про красоту, а про пользу, понимаете, вот здесь я этот бокс рассматривала с точки зрения, как вот реальной, рабочей, такой силы, такой дополнительный инструмент, пластина, вот она, пластина, здесь, получается, есть часть элементов, которые, кратко, визуально могут отображать то или иное желание, и справа, есть отдельные, видите, богатство, здоровье, гармония, любовь, мечта, все можно, и вот такие полноценные, краткие желания, желания очень долго перебирали, что-то выкидывали, что-то оставляли, постарались оставить, такие самые частые запросы, и чтобы они более или менее были универсальны, вот, и причем, я так думаю, что это не, это первый бокс, и я в этой теме буду постоянно выпускать, я просто это тащусь, обожаю, и я уверена, я буду просто постоянно апгрейдить, буду делать новые картинки каждый год, может быть, какие-то дополнительные еще желания будем делать, нет, отдельно ничего продаваться не будет, это все только в рамках бокса, смотрите, мы редко что переделываем, там, например, это слайдеры, мы допечатывали для Габриэль, например, для Адольче, скорее всего, допечатывать не будем, что касается аффирмаций, тоже нет, не хочется, понимаете, вот эту идею, что в рамках бокса, портить, поэтому в рамках бокса, эта идея остается, вы берете готовое решение, для вас, не то, что для ваших клиентов, а это чисто для вас, вот правда, прикольная тема, а еще если ежедневник, у вас Эми, Эми Проклаб от Веры Мирошниченко, дождай мне ежедневник, где-то здесь Эмишный лежит, по-моему, он у меня вот здесь в полочке, смотри, по телевизорам, самая правая крайняя полка, если вы еще будете раз в году участвовать в нашем марафоне «Пили мечты», и у вас будет под рукой бокс, представьте, можете каждый месяц, просто это прям синхронизировать, вы это все будете синхронизировать, а верные ежедневники, это вообще просто мощь, вы себе даже не представляете, вот таких ежедневников, грамотных, их очень мало, это я просто, Даша, тихо, вот я тут недавно себе ежедневник, нужно было еще один купить, и я поняла, что вот такие вот планеры, про цели, про желания, про мечты, про состояние, про благодарности, про деятельность, дневник успеха, и все это консолидировано в одном ежедневнике, вообще пушка просто, по боксу, я уже сказала, 10 марта, ориентировочно 10 марта, сейчас просто, понимаете, в кучу очень входит много новинок, да, одна из новинок, напоминаю, sensation, офигенская коллекция, розовая, кто-то не видел, сейчас еще раз напомним, она просто восхитительная, я просто ею работаю уже неделю, и мне так нравится, вот, ну вот просто, какие они такие, прям мимимишные все цвета, смотрите, оттенки какие, это розовая коллекция, но я уже делала обзор по ней, много раз, я уже работала ей много раз, вот, имейте ввиду, вообще прикольная гамма получается, смотрите, если взять розовую коллекцию, потом бокс, смотрите, давайте так все приложим, потом бокс, потом еще, весенняя коллекция, смотрите, какой ассортимент гель-лаков, вам на полгода, прям реально работы, вы затаритесь, у вас есть, практически все, для работы, хотя, открою секрет, у нас еще две коллекции ожидаются, там еще будет в апреле коллекция, в марте еще будет коллекция, вот, мы сейчас наращиваем ассортимент базовый, новыми цветами, поэтому сейчас коллекции будет очень много выходить, и они будут не разовые, это те цвета, которые пойдут в базовый ассортимент, и будут поддерживаться постоянно, нет, нет, смотрите, в бокс входит только пластина, только пластина, гель-лаки, и слайдеры, понятно, что штамп, например, черная-белая краска, ее не было смысла сюда включать, черная-белая краска, она есть у всех, кто работает стемпингом, вот, что за лаки, в честь дочери, это диффузная линейка, Криф Дион, я запустила бренд одежды, вместе с дочерью, Криф Дион, и мы также решили назвать этим логотипом, этим же, ну, полностью вся та же аббревиатура, для диффузной линейки, Криф Дион, для маркетплейса, вообще, это продукт для маркетплейса, вот, ну, возможно, получится покупать что-то через менеджеров, либо через оптовиков, я не занимаюсь рекламой этой марки, вот, этим занималась команда, это продукт эконом-класса, и он предназначен для маркетплейса, вот, как остановиться, когда все красиво, не надо останавливаться, понимаете, когда тебя наполняют те детали, которые ты используешь в работе, работа в кайф, понимаете, нет процесса выгорания, а когда не в кайф, и ничего не радует, тогда очень быстро наступает выгорание, вот, а когда красивые бутылечки, красивые коробочки, когда тебе есть чем обрадовать клиента, там, какие-то там новые слайдеры, новые пластинки, какие-то новые идеи, понимаете, вот это вот все, оно, для женщины это важно, чтобы было красиво, и, понимаете, вот эта красота, ее уже нужно постоянно чуть-чуть апгрейдить и обновлять, понимаете, это как сходить, купить себе новую помаду, новые сережки, бижутерию, там, новый свитерок, понимаете, это очень важно, чтобы женщина, вот, вот, это я тут недавно сижу в ресторане, когда отдыхали на выходных в новом отеле, я сижу и глажу свое платье, наглаживает, и думаю, блин, как же приятно одеть шелковое платье, понимаете, просто от осознания, что я вот тактильно трогаю, я понимаю, что это новое платье, я себе его недавно купила, и да холодно, и да на улицу я в нем не выйду, но вот просто посидеть в отеле, в лобби в этом платье, и сделать селфи, мне уже этого достаточно, понимаете, вот я его одела, час в нем побыла, и уже кайфанула, так, что, я, по-моему, вам показала все, а, вот что, хотела напомнить, давайте еще вот это, у нас солевой пилин, наконец-таки, в новой формуле, сейчас я скажу, какого числа будет, потому что мы его выпустили, его раскупили сразу, у нас соль закончилась, прикиньте, мы не могли получить нормальную соль, короче, середины февраля, девчули, пришла, наконец, соль того размера, которого нужно, вот, я знаю, что уже производство начало готовить солевой пилинг, вот, поэтому, кто не успел купить в декабре, он сейчас будет в середине февраля, февраля, моя прелесть, вот, мы с Верой Мирошниченко, чуть-чуть поменяли, размер соли, мы добавили еще дополнительно, плотность соли, видите, увеличили плотность соли, потому что, вот, мы в баню любим ходить, использовать этот пилинг на все тело, вот, не хватало, ну, как по нашим, ощущения концентрации соли, вот, плюс мы добавили размер больший, и тот, который был маленький, оставили, крошечку добавили, видите, такая здесь крошка, абрикосовая, темнее, светлее, тоже это своего рода красиво, запах, все, химический состав остался прежний, поэтому, девочки, делайте уже предзаказ вашим менеджерам, вот, кто с менеджерами не работает, просто отслеживайте мой инстаграм, либо Эми Шоп, потому что, уже, эта нежность, будет в наличии, наконец-таки, вот, что еще, хотела еще раз напомнить, кстати, что для девочек, кто любит гели, напомнить, что у нас в продаже, есть 4 новых геля, пилинг нет, такой пилинг, конечно же, нельзя на лицо, вы что, ни в коем случае, это, там еще, плюс мы сейчас крупную соль добавили, вот, это чисто для тела, давайте я вам покажу, я просто эти гели обожаю, просто обожаю, Близз гель, Близз гель, очень красивый, нюдовый, камуфлирующий, вот с такими красивыми, блесточками, он великолепен, просто великолепен, сделал наращивание или коррекцию, в принципе, больше ничего не нужно, Близз гель, я знаю, что какие-то из них сейчас обнулились, вот, но они обязательно будут, вот, я не помню, Близз гель, А, призм, по-моему, закончился, точно, вот этого нет на остатках, слушайте, но я все равно покажу, он будет еще, просто сейчас, так как он очень удачный, просто прозрачный, здесь такая композиция, пигмента, офигенская, и вот у нас очень быстро его разобрали, вот, но он будет, вот, просто сфотографируйте себе, что он есть, ну, есть в линейке, это призм гель, вы сейчас видите, линейку классических гелей, ассортимент увеличиваем, сейчас твини в банках, новые оттенки будем делать, очень близкие к тому, что были, с той же композицией блесток, только тональность другую решили, все-таки не тональность, а цветовую гамму, тоже пастельную, но чуть-чуть другую, вот, поэтому кто твини с блестками, классику, очень полюбил, ждите новые твердые гели в банках, вот это вообще прелесть прелестная, клевиагель, скажите, ну вот, не знаю, это просто какая-то прелесть, просто вот прелесть, нет других, других слов нету, так, и что у нас, софт, ашпинг, ну, такой прям вот классический, хороший камуфляжик, смотрите, очень холодный, офигенский, подходит абсолютно практически под любой цвет кожи, смотрите, вкусняшка, вот, эти четыре геля, которые я вам сейчас показала, если даже вы сейчас начнете на сайте смотреть, их не окажется им, имейте ввиду, они будут всегда в ассортименте, вот, поэтому, если вдруг какой-то цвет вам не достался, они будут, я без гель на черный покрываю супер смотрится, доверю, ну, вот он самый ходовой оказался, его просто раскупили мгновенно, его раскупили просто мгновенно, а, Близ, блин, вот я не помню, каких-то два, Призм, вот этот раскупили, Призм, так, что еще, ну, в принципе, я вам так кратко прошлась по всем продуктам, кстати, я сейчас просто проговорю, показывать не буду, Нел Бомб, у кого закончился, он, наконец, есть в наличии, вот, тоже хорошая новость, он есть в наличии, его доработали, Вера Мершниченко там что-то в нем докручивала еще, вот, его доработали, поэтому, кто обожает Нел Бомб, имейте в виду, он поступил уже в продажу, либо сейчас поступит, либо поступил, вот, это тоже классно, так, что, ну, все, я вам вроде все рассказала, девчули мои любимые, а, знаете, что хотела сказать, в начале марта у нас появится аналог регенерирующей маски, кто понял, о чем я говорю, помните продукт, который у нас, которого нет у нас уже целый год, сначала не было, потому что мы переделывали формулу, а потом, там, поставщик как раз сырья для регенерирующей маски, все это попало под санкции, и нам пришлось разрабатывать снова новый продукт, но на базе вот этой формулы, я считаю, что у нас получился продукт намного лучше, чем был предыдущий, почему, потому что регенерирующая маска, она все-таки была как больше маска, и жирноватая, и, например, в течение дня не всегда было комфорта нанести на все тело, потому что все-таки так вот прилипало, у меня гипотериоз, у кого заболевание щитовидной железы, тот поймет, это постоянно сухать кожи, и просто классические крема, они не помогают, вот ты наносишь, а эффект есть, и там через часа два, ты просто опять чешешься весь, я вот без регенерирующей маски, просто жить не могла, у нас она когда вымылась со склада, и когда мы поняли, ну как бы, все, капец, надо разрабатывать новый продукт, вот, и мне нечем было пользоваться, это знаете, когда ты вечером снимаешь колготки, вот у кого-то такое, снимаешь колготки, а у тебя как у змеи шелуха белая сыпется, вот от пяток до колен, это вот у меня такая кожа, я вообще без кремов не могу, вот, и регенерирующая маска, мы ее чуть-чуть апгрейдили, переделали этот состав, улучшили, мы, во-первых, добавили туда выше процент масла ши, и крем уже получился, а не маска, смотрите, вот маска, я уже говорила, она так чуть-чуть жирновата, хотя мы использовали как крем, а здесь именно крем, и я проверяла, все время ходила, знаете, одну ногу намажу регенерирующим кремом новым, а вторую ногу просто обычным классическим кремом, и мне вот прям очень надолго хватает вот этого комфортного состояния кожи, в общем, в начале марта ждите еще один новый продукт, из белой линейки, это будет апгрейд регенерирующей маски, но все же это будет новый продукт, вот, вот, нейлбом, да, это средство для, нет, смотрите, на самом деле, это не для кутикулы, это уже вторично, сейчас все начали использовать его для кутикулы, на самом деле, это увлажнитель, кондиционер для натурального ногтя, Вера просто лет 15 мечтала о таком продукте, и только вот года два назад получилось сделать эту формулу, только сейчас мы произвели, вот, это делает лаборатория в Ростове, Прага тоже сама делает, на Бабизе чешского производства, это кондиционер для натуральных ногтей, очень рекомендуется использовать, особенно для ногтей, которые, которые делают укрепление гель-лаком, но со снятием постоянным, если вы постоянно делаете снятие гель-лака через размачивание, вот это дополнительное увлажнение, перед началом процедуры укрепления гель-лаком, просто офигенское, вот, но сейчас очень многие используют просто для кутикулы, оно правда для кутикулы, офигенское, как кутикремовер его наносят, и такое состояние валиков боковых кутикул, и уже после маникюра, вот эта фигнюшка божественный эффект дает, А, Катя, подскажите, пожалуйста, маленькие лосьоны Требл будут еще? Да, я думаю, будут, мы их просто очень редко выпускаем, там просто геморрой с ними немножко, у нас машины не заточены на вот этот маленький размер, и там приходится чуть ли не вручную их делать, вот, поэтому мы их, знаете, так тиражировано делаем, очень дозировано, бустер шел, как правило, пользоваться сколько раз можно нанести, потом снимать, бустер, бустер используют, опять же, при процедуре гель-лака, когда клиент приходит на коррекцию, и ему не пилят гель-лак, а размачивают, вот, при каждой коррекции, вот, при каждой коррекции, прям рекомендуют обязательно ногти, потом восстанавливаются, шикарные становятся, но это, опять же, нужно еще правильно размочить, чтобы не изуродовать ногти, потому что Вера Мирошниченко эту технологию дает, с лаковым квадратом, если вы делаете лаковый квадрат, бустерапию, еще нейл-бомб, у вас офигенские ногти, натуральные будут у ваших клиентов, вот, но это нужно прям вот все соблюдать, все просто сейчас ленивые, все гель-лак пилят, размачивать никто не хочет, так, еще разок бокс, девчонки, пересмотрите, я сейчас все это сброшу, потому что у нас уже первая часть, сейчас это вторая часть, мы это соединим, и завтра, наверное, в первой половине дня я выгружу этот эфир еще раз, так, цена пиленка, девочки, не помню, по-моему, такая же цена осталась, так, Екатерина, здравствуй, вопрос по джемте, стал густой, совсем что-то можно сделать, если у вас, вы имеете какой, ну, джемте старый, да, если подзагустел, то нет, это, знаете, как гелия есть особенность, что гель-лаки, что базы, что так гелия, если где-то есть легкий процесс полимеризации, это он не загустел, смотрите, это запустился процесс полимеризации, это разные вещи, лак, он загустевает, а гели, они полимеризуются, потому джемте, если подполимеризовался чуть-чуть, то ничего не сделаете, да, джемте, еще раз напоминаю, есть на сайте, я сама лично сегодня заходила, проверяла, все есть, вкладка, декоративные гели, либо по-английски, забивайте, джемте, клер, так, новая база, без схема, выйдет ли в большом объеме, обязательно, слушайте, мне, кстати, так нравится, девочки, я же вот себе на эту руку поставила, а у меня здесь тряпки, я же опять испортила руку, я же сюда ногти готовые клеила, потом сгрызла это все благополучно, вот, и девочка мне здесь мастера, я нашла из Воронежа, и она мне вот поставила, ну, я же посуду мою, представьте, вот в Ростове я же ничего не делаю, полы не мою, посуду не мою, ничего не стираю, здесь приходится там стирать периодически, посуду мыть, но, в принципе, так ничего достойненько, сколько я проходила, недельку, сейчас вот буду, и хочу прям три недели отходить со своими тряпками, потому что на моих тряпках вообще, я кроме геля ничего не ставлю, я гель-лак редко себе делаю, но мне кажется классно, ну, конечно, если вы не будете этими ногтями ковырять, как классика, там, знаете, кто любит сковородочки вот так подрать, а потом такую фотку присылать, ой, посмотрите, база не стоит, я говорю, а что вы этим ногтем делали большим, может быть, открыли тени неудачно, или у вас пудра открывается по тупорылому, пудру, например, можно взять какую-нибудь палочку, пинцетик, и поддеть, например, не своими ногтями, а палочкой, а может быть, у вас шампунь хреновый открывается, знаете, шампунчик, так вот, пару раз пооткрывать, и гель-лак на больших пальцах, на больших пальцах, какой бы он золотой, бетонный не был, жопа, тогда этому пальчику, а когда в Питере джемти прозрачный появится, не знаю, просто напишите предзаказ, запрос, что джемти вы готовы купить, но вообще, по-моему, вы в Питере заходите, просто выбираете Питер в онлайне, и вам с этого склада привезут, с питерского, говорят, ничего ими не делать, слушайте, ну, самое такое популярное, как портят ногти гель-лака на правой руке, это даже не мойка посуды, а это открывание тени, пудра, просто шампуни, вот эти шампуни, кондиционеры, где вот поддевать надо, все, ну, как бы, гель-лак, он это не выдерживает, вот классика выдерживает, натурал композит для запечатывания будет, будет обязательно, это вот прозрачного, по-моему, не будет, а натурал всегда будет, это самая любимая наша технология запечатывания, мало, конечно, кто ее после обучения продолжает делать, все жопки ленивые, ленятся запечатывать, вот, но я считаю, что это самая надежная технология, которая вам принесет самых постоянных верных клиентов на десятилетие, они к вам будут десятками лет ходить, только благодаря этой запечатке из композит-геля, я уже сказала, джемте клер прозрачный, уже на эми-шоп, сама сегодня лично проверила, вот, смотрите, скриншот специально сделала, вот, это скриншот сегодня с сайта, вкладка декоративные гели, поисковик можете забить, джемте клер, вот, 2 миллилитра, упаковка такая же, но состав внутри новый, но внутри новый состав, так, за базу сказала, хема будет обязательно в большом объеме, потому что сначала смотрят на продажи маленького объема, а потом уже запускают большой объем, 90% клиентов ходят в запечатывание, ты ж моя умническая, AX Nails Nene, у меня так было, клиентка пишет, ничего не делала, а потом смотрю ее историю, она снимает, как драет балкон, а потом она вам говорит, не верю, ничего не делала, да, так всегда, а во сколько лет вы начали заниматься маникюром, и долго ли вы к этому шли, сама начинающий мастер, мечта детства, я с детства, с 10 лет рисовала на ногтях, это было как раз после 90-х, после развала Советского Союза, получается мне на тот момент, это вот союз развалился, мы уехали из Якутии, короче, да, мне было где-то 10-11 лет, это был 95-96 год, я всегда брала у мамы прозрачный лак, покрывала прозрачным лаком, и рисовала акварельными красками, но это ни хрена никогда не стояло, хватало там на один день, все это, понятно, смывалось, пленкой обдиралось, всегда у мамы таскала лак, втихаря покрывала, какой же был лак, сейчас вспомню, вот этот после 90-х, белый перламутровый, это самая вообще фишка была, потом я помню на рынке скупала все цветные лаки, искала таких каких-то оттенков, тогда не было цветных лаков, я вот пыталась найти что-то подобие желтенького, рисовала всем своим подружкам, это уже был класс 7-й, 6-й, вот, а потом мои родители открыли салон красоты, это был уже 98-й год, как раз дефолт, когда случился, прямо перед дефолтом, они открыли, по-моему, в 96-м году, а в 98-м был дефолт, получается, да, вот они два года отработали, и я тогда вот столкнулась вот с этими материалами для ногтей, я тогда узнала, что вот, помню, мама привезла эту технологию, акрил, гель, тогда, помню, типсы клеили, значит, делали однофазником, потом лаком покрывали, там полосочки рисовала, и, короче, я что начала делать, я приходила в салон и рисовала на типсах, ну, как не на типсах, а тогда такие, как ромашки были, они тоже до сих пор есть, и мама это увидела, и стала мастерам маникюра давать, как примеры, срисовывать, у меня это очень хорошо получалось, это был уже 9-й, 10-й класс, это мне было вот уже 15-16 лет, и наступил такой момент, когда папа сказал, так, надо работать, и, короче, после 10-го класса мы с Верой работали все лето, было тогда на тот момент у родителей уже 3 салона в городе Армавире, и мы с ней по очереди работали в разных салонах администраторами, вот, и я работала администратором, то брови выщипывала, то помогала головы клиентам, мыть запись вела, и меня очень часто, к мастерам маникюра, они, короче, делали коррекцию, делали покрытие лаком, а меня потом сажали, и я красками роспись сделала, вот, а потом, когда мы поступили в институт, нам было по 18 лет, папа сказал, и так, снова работаем, открыл, помог нам открыть салон красоты эконом-класса на 2 рабочих места, мы туда взяли 2 мастеров маникюра, и думали, что мы там с Верой будем подрабатывать вечерами после очного института, но в итоге мастера через 3 месяца уволились, а аренду надо было платить, и Вера сначала начала мастером уже в полную работать, причем она очное обучение, было сложное, международный факультет, и она вот это, в итоге, начала пропускать институт, потому что мастера ушли, а клиенты, которым они сделали ногти, начали на коррекции возвращаться, потом стал вопрос, что Катя, я тебя сейчас научу ногти делать, а я только рисовала, кстати, на этот момент, вот я все время только рисовала, я ее подружкам, которых она обслуживала, ногти наращивала, потому что моя сестра наращивать ногти начала первая, а я все время рисовала, меня научили за 3 раза делать наращивание, и пошли клиенты, педикюр мне показали, аппаратный, кстати, прикиньте, я сразу начала делать аппаратный, мне один раз показали педикюр аппаратный, через 2 дня у меня уже был первый клиент, также было и с маникюром, также было с наращиванием, и короче вместо подработки по вечерам мы начали впахивать как папа карло обе вот и вот так оно началось я когда пощупала эти деньги а это деньги были но вообще по тем временам мы зарабатывали с ней просто огромные деньги я тогда подрабатывать пыталась в мастерских как художника мне платили за это копейки я когда все это сравнила так я художник я в мастерской мне тут копейки платят и я тут художник но я в салоне красоты и тут просто мне в 50 раз больше платят в итоге все закончилось тем что я тоже начала пропускать институт и уже к четвертому курсу я просто нифига не ходила в институт но я все равно закончила с красным дипломом художественно-графический факультет потому что живопись рисунок композицию и декоративно прикладное искусство я делала по ночам в свободное от работы время а все остальное время я работала поэтому отработали мы мастерами где-то по шесть-семь лет и потом у нас начались бесконечные декреты с сестрой что у нас по четверо детей плюс у меня начались ученики и у меня известность появилась ко мне люди начали ехать со всей россии и я короче бросила клиентов нафиг потому что мне уже крыша ехала обслуживать клиентов и курсы вести я просто не смогла это еще совмещать еще маленькие дети я так устала я тогда думаю помню голову поднимаешь сидишь думаешь когда тебя был последний выходной такой считаешь там вере вверх ты знаешь нас три месяца с тобой выходных не было хочу правда три месяца горит я горит три месяца мы с тобой еще ну как вот вообще просто нон-стопом по 12 часов день когда по 14 часов день вот мы настоящие ногтевые маньяки ногти я делала себе всегда я помню учительницу по математике это был восьмой класс или девятый и она всегда ко мне подойдет ну чё там мирошниченко да гляну чуть новое есть я и такая раз свои ногти короткие натуральные они мне там разрисованные я говорю ним николаевна смотрите она подойдет рассмотрит она говорит блин катька как прикольно и она меня не ругала хотя тогда с девок умывали ногти нельзя было но у меня понятно мне были не искусственными были короткие натуральные на нем не были всегда жутко разрисованы вот поэтому это было просто хобби я всегда любила маникюр разноцвет вот я всегда любила маникюр и даже сейчас видите не могу от него отказаться вот даже право чтобы не было удобно делать я оставила короткая а здесь вот я просто извращаюсь в свое удовольствие это не носибельная рука делать ей вообще ничего нереально ну правда жрать готовить очень удобно чем нарезать вот но она одна поэтому мне комфортно что я видите вторую то у меня сейчас причем мы когда-то вот так ходили лет двадцать назад от безысходности потому что коррекцию некогда делать я себе никогда не могла на правую руку ничего сделать у меня вот верка могла одновременно себе и там и там нарастить а я никогда не могла себе правую руку нарастить я всегда вот здесь ходила с обрубками какими-то здесь мне всегда была красивая рука так да я как раз по образованию художник дизайнер рисую на ногтях давно не могу определиться либо остаться на аппарате либо уйти на ножницы нужно 8 в общее быть к комби мастером конечно комби настоящий мастер если вы хотите зарабатывать большие деньги именно большие деньги в маникюре и стать ним мастером маникюра атаки знаете настоящим nail артистом когда к вам просто поколение одной и той же семьи приходит эти по 15 по 20 лет люди обслуживаются вам мало быть мастером который делает хорошо гель-лак и маникюр вам нужно учиться моделировать идти учиться на моделирование только технологии моделирования дают вот этот маникюр стабильный когда даже ногти говно от природы понимаете человек ходит 45 недель потому что с гель-лаком не всегда это возможно и многие мастера кто делают только гель-лак они даже не замечают что вот эти ногти вот эти клиенты с ногтями какашками они у вас даже не задерживаются понимаете потому что они все равно в поисках такого мастера который им сделает на пять недель понимаете они скажут слушайте такие ногти тебе максимум три недели ходить они все хотят все равно 45 недель ходить а это только классика позволяет и технологии классические по моделированию поэтому я вам рекомендую думать не о маникюре а думать о том все ли вы технологии по моделированию знаете а их сейчас просто вагоны маленькая тележка можно подобрать по показаниям под клиента тот материал который нужно коня скажите пожалуйста почему я прошла много курсов а клиентов очень мало такой может быть спокойно все нужно смотреть во первых на уровень все-таки какой у вас сейчас финале чистота работы какой уровень моделирования какой уровень маникюра потому что если у мастера отсутствует виденье он нормально делает или не нормально вот тут вот вопрос возьмите обратную связь у ваших клиентов наберитесь смелости возьмите базу этих клиентов которые обслужились у вас и к вам не вернулись просто и позвоните здравствуйте я такая-то такая-то вы у меня вот тогда-то тогда-то обслуживались вот можно там узнать причину почему перестали ко мне ходить или так и не вернулись ко мне но можно попробовать если например морально сможете перешагнуть вот этот момент люди вам сами скажут кто-то не скажет постесняется можно написать если боитесь звонить возьмите напишите смс вам дадут люди обратную связь вот что причина есть всегда если не заработал сарафан через полтора года есть в чем-то причина и она возможно для вас не очевидно кто-то со стороны например можем тут у вас и знакомых обслуживается просто спрашиваете а хотите пришлите мне работы ваших директ я вам скажу в чем причина единственно потом на критику не обижайтесь что иногда могу такую критику обратную связь дальше не очень приятно будет не всегда нужна харизма послушать вот у нас в салоне за 20 лет прошло столько мастеров и есть настолько медлительные флегматичные неразговорчивые мастера однако сейчас до сих пор работает вот с декрета вернулась и она в декрете долго пробыла года три и не было думала уже не выйдет на работу и сейчас она вернулась обратно в салон я вспоминаю как она ну она тяжело кстати нарабатывала клиентов но у него было очень классное качество но она медленно причем еще делала но понимаете качество когда клиент ходит по четыре по пять недель без отслоек без сколов это постепенно сарафанчик не прибился и для этих клиентов было важно что мастер молчит и он не показывает свою харизму я как сейчас помню как одна клиентка забыла ее имя и говорит слушай ну вот такая которая всегда молчит я ее обожаю потому что она молчит понимать вот есть клиентам которым это харизма сто лет не приснилось и очень важно прийти никого не видит не слышит просто отдать вам ногти и все а можно вам лично писать фото моих работ я нормально реагирую на критику до присылайте одну порезала случайно сказала больше не пойдет очень ну когда вы начинающий мастер тут как бы избежать таких вещей невозможно это будет всегда у меня один раз был случай когда я забыла нанести праймер при наращивании а раньше были такие материалы то если праймер не нанос не нанес но все гель классический он просто вот так вот через сутки поднимается потому что если ты праймер не нанос адгезии вообще не будет было такое было не очень приятно да больше не пришла или один раз я мужика порезала на педикюре чем я вера предупредила говорит катя у него сахарный диабет инструментом вообще ничего не трогай а у него там затем заусеничек торчал я вот весь педикюр машинкой работаю а сама на этот заусениц смотрю думал блин ну торчит же надо убрать я беру щипцы делаю вроде такой легкий только раз и него кровь как пошла я полчаса не могла остановить кровь конечно после этого ко мне не пришел ну ну как не без этого понимаете убиваться расстраиваться нет и пойти клиент клиентская база она набивается со временем моментально клиенты не могут прийти это постепенно начинает работать сарафан когда вас начинают рекомендовать это года полтора нужно я тоже не могу разговаривать очень сосредотачиваясь на работе не все клиенты так любят что делать в этом случае слушайте под каждого мастера под их харизму найдется свой клиент если вы молчите постепенно к вам прибьются те клиенты которые обожают молчаливых мастеров они болтушек если вы такая активная и ну я называю мастер маникюра психолог к вам придут вот такие кому надо выговориться понимаете психолога нету она к вам приходит выговариваться сколько давать дней на гарантию у нас по моему салоне 7 дней гарантия неделя вам жарко нет мне холодно вы себе даже не представляете какой у нас дубак где-то тут шапка лежит у нас когда свет выключили кондиционер невозможно включить сразу холодно становится я пошла одела шапку легла под одеялом еще с дочка смеялась я была тренды чиха смотрите я когда обслуживала клиентов просто я болтала без остановки со мной клиенты болтали я знала все про мужей про детей про любовников все знала какие новинки показывала завтра посмотрите все показала и бокс в том числе я такая же как раз медлительно но бывает что быстро делаю все равно я подозреваю что со мной что-то не так маникюр 71 просто пришли работы в директ я тебе скажу что не так и обязательно чтобы аккаунт был открытый посмотреть что там у тебя за работы так на кипре есть у вас клиенты нет вы что я не обслуживаю клиентов надеюсь что я как бы не вернусь к этому для меня это уже пройденный этап не через месяц уже 40 лет маникюром не занимаюсь с 18 поэтому нет у меня здесь есть одна девочка кому я делаю бесплатно ногти почему она мне очень много помогает вот я недавно карту потеряла виза прикиньте на же сейчас у русских то виза карты и где возьмешь там тебя же в казахстан там в армению где-то делать у меня была карта виза я ее сделал еще осенью я потеряла и вот если б не она я же английский не знаю турецкий не знаю меня один раз из банка отправили сказали ну типа потеряли все типа законы изменились мы мы не восстановим вам карту она пришла со мной через пять дней все заказала мне сделали карту поэтому я и делаю бесплатно она моя палочка-выручалочка здесь на кипре какие-то вопросы возникают сразу же вера несколько лет назад был ваш 1 эфир о том как клиентов надо обслуживать надо повторить сейчас скриншот сделаю вере покажу чтоб она на своем аккаунте провела обязательно такой эфир весенние пластины и так я вам уже говорила они одновременно с лаками весенними для стемпинга выйдут 10 марта 10 марта будут и пластины новые и пастельные лаки для стемпинга 10 марта ко мне приходит как психологу я это понимаю чувствую так себя потом плохо чувствую а вам надо стараться не пропускать через себя эмоции во-первых клиента который испытывает и стараться вы знаете вот она говорит а вы вот как фоном и и воспринимать это что она говорит поддакиваете вот но стараетесь не проживать с ней вот там что у нее случилось то что если у вас очень развитая эмпатия то возможно конечно вас вы будете просто уставать потом в конце рабочего дня вот у нас в городе иваново мало кто делает ручную роспись и дизайна я люблю наоборот отрисовывать сама другие мастера почти все клеят наклейки это везде так или только у нас абсолютно везде всегда есть мастера кто любит декоративные материалы тот кто любит ручную роспись это все сугубо от мастера зависит и клиенты такие приходят понимаете к вам так ладно мне надо заканчивать девочки если у меня полдесятого вас полодиннадцатого еще позднее пера никогда не вела все всем пока кстати блин просмотров много хорошее время выходить надо подумать наверное я дома приеду в ростов когда в россию вернусь я уже сказала говорю наверное буду опять делать кабинет до дашь я вообще-то еще не закончила кричать не надо вот хочу сделать себе все-таки кабинет дома потому что когда полностью весь ассортимент ими у меня дома я могу выходить в эфиры в любое время когда рабочее время мышь там ну максимум там ты пять вечера можешь выйти в эфир до чтобы шести закончить вот а здесь когда я работаю дома у сейчас на кипре до в квартире видите я могу в 9 вечера выйти могу в 11 ночи выйти показать вам какой-нибудь дизайн у кого-то 3.30 ночи капец шармиконы габриэль и коко шанель будет не шармиконы слайдеры уже есть продажам первую партию продали за три дня потом заказали новую и они есть наличие сейчас это 35 д слайдера из бокса константину подопримену константин тебе девочки привет передают он там видимо что-то опрокинул перевернул все всем пока пока девчули сша 227 мечтаю попасть в сша девочки хочу визу сделать вот эту творческую говорят что мне легко и будет делать потому что у меня много всего такой background спиной большой и говорят мне подавать на эту визу это интересно сейчас реально русским дадут такую визу связи с тем что сейчас вот происходит или лучше не пробовать если что напишите мне ответы в директ мне прям очень интересно узнать насчет вот этой визы я забыла какая-то там номеру этой визы это вот для у кого бэкграунд это творчество есть там книги печатные издания там всякие штуковины ой ладно девчонки у меня же спина разболелась дашенька играй ты прекрасно мне дочка сейчас сыграть на ночь глядя все всем пока